Очень здоровый, ухоженный вид, несмотря на все мои сельскохозяйственные работы, которыми я занимаюсь в деле. Краб для осветления пигментных пятен на лице, на руках. Берем масло, капаем капельку. Провидание вам с Беларуси, мои поважанные сябры. Сегодня очень важная тема, которую я хочу открыть. Я расскажу вам о волшебном масле, которое я открыла для себя не так давно, и о своем невежестве. Потому что не знать этот препарат косметический, это действительно невежество. Но для меня это открытие, наверное, двух-трехлетней давности. Значит, это масло, о котором я буду рассказывать, можно свободно купить в аптеке. Стоит оно очень недорого. Используется оно в косметологии очень широко. Используется в медицине, в народной и в традиционной. Как я уже сказала, входит в состав многих косметических средств. И я так полагаю, что вы уже догадались, о чем пойдет разговор. Это касторовое масло. Касторка. Для меня название касторка – это было что-то такое из детства, когда мальчишки в классе друг друга пугали этой касторкой и пытались кому-то куда-то подлить ее. Потому что это мощнейший, слабительный препарат, можно сказать. И сейчас он используется с этой целью также. Но сегодня мы говорим об использовании ее в косметике для нашей кожи, для нашей молодости. Это масло имеет свойства удивительные, противовоспалительные, антибактериальные, омолаживающие. Очень хорошо для любой кожи. Для сухой, для жирной. И отличаются только методы использования этого масла. Для кожи взрослой, как я называю, стареющей кожи. Очень хорошо работает, как отбеливающий препарат. Потому что на нашей коже с возрастом могут появляться пигментные пятнышки. И даже не пятнышки, а большие пятна. Меняться цвет кожи. И вот это масло имеет свойство отбеливать кожу. Вообще, что это такое касторовое масло? Это натуральное масло, которое добывается из растения, клещевина обыкновенная. Это растение считается более ядовитым, чем борщевик. Масло добывается из семян клещевины. Рецин яд находится в жмыхе. И после очистки в самом масле не остается следов яда. Масло представляет собой жидкость светло-жёлтого или прозрачного цвета, очень вязкую, густую. Если мы используем на волосы, то там нужны специальные приёмы для того, чтобы потом хорошо смыть это масло. Потому что оно не растворяется в воде и водой. Чем особенно это масло? Оно содержит в себе почти 90% ретинолевой кислоты. Вот именно ретинолевая кислота и обладает всеми этими регенерирующими свойствами, противовоспалительными, омолаживающими, отбеливающими. И эти её свойства мы будем использовать в своих масочках, в своих примочечках, в своих массажиках с помощью этого масла. Содержит также витамин Е. Как я уже говорила, очень хорошо использовать для жирной кожи с комедонами. Комедоны, чёрные точки, которые бывают при жирной коже, на крыльях носа, на лбу, вот там, где особо жирная кожа, такая рекомендация. Просто пальчиками, пальцы опускаете, подогретое, чуть подогретое масло на водяной бане. Или просто в комнатной температуре. И начинаете массировать эти места с комедонами. Они бывают белые и чёрные точки. Их происхождение, все мы знаем, это образование сальных желёз, выделение сальных желёз. Как это работает? Масло растворяет вот этот жир, который выделяется через поры, образуя чёрные и белые точки. И начинаем массировать те места, где у нас комедоны. Массируем в течение пяти минут примерно. Затем вытираем, берём диск ватный, снимаем лишнее. Можете умыться. Попробуйте сделать несколько таких процедур. И я думаю, комедоны у вас... Я правильно называю комедоны? У меня никогда их не было. Поэтому я не особо внимательно прислушивалась к этим проблемам. Если сухая кожа и возрастная кожа, скажем, взрослая кожа, там есть свои приёмы обращения. Во-первых, очистка лица. Как мы можем очищать масляная очистка? Это элементарно. Берём ватный диск, нагреваем горячей водой, наливаем его, чтобы он был тёплый. Отжимаем этот диск, капаем несколько капель кастурки на этот ватный диск. И по массажным линиям начинаем очищать своё личико. Прекрасно очищает, растворяет и удаляет всё это. Когда очистили своё лицо, удаляет грязь или косметику. Это прекрасный способ очищения. После этого, если вы протёрли... Обычно я, когда делаю ватным, тёплым, горячим диском, на коже практически ничего не остаётся. И мне достаточно, я могу это оставить даже вместо своего крема, которым я затем смазываю кожу. Это для сухой кожи прекрасный способ очищения и питания. Кастурка также прекрасно работает как увлажнение. Не хуже, чем лосьоны и всякие увлажняющие специальные средства. Можно использовать это вокруг глаз для лучшего роста и состояния ресниц. Если глаза здоровые, я вот на свои глаза не могу это использовать, потому что у меня проблемы со зрением и с сетчаткой глаза. Для улучшения состояния бровей и роста бровей. То есть везде, где только мы можем, хотим вернее, мы можем использовать кастуровое масло. Для любой кожи. Если кожа жирная, один-два раза в неделю. Больше не нужно. И для сухой кожи мы можем использовать это чуть ли не каждый день. Если мы используем на ватный горячий диск несколько капель масла, мы можем использовать, как я уже говорила, как крем. Оздоровительный комплекс можем провести. Это чистое масло, подогретое, взять на ладони, на пальчики и массировать лицо с этим маслом в течение 10-5 минут. Сколько у вас хватит терпения? И это масло, когда оно чуть подогрета, на пальцах мы его растерли. Оно не очень липкое. И массировать своё лицо этим в течение какого-то времени. Затем, как я очищаю. Я беру салфетку обычную, махровую салфетку небольшого размера, где-то 20 на 20, они продаются везде. Нагреваю её в тёплой воде, она у меня замочена в кипятке. И после этой процедуры этой салфеткой перекладываем к лицу и убираем излишки масла. Кроме этого, кожа, ещё поры открываются, и всё вот то, что есть полезного в масле, кожа получает. Косторка работает на луковицу лосяную и на сам волос. Поэтому есть несколько приёмов, как работать с маслом в области головы. Что я делаю? Последний раз, вчера у меня была эта маска. Значит, я взяла один желточек, чайную ложку касторового масла и чайную ложку коньяку. Значит, если вы наносите одно касторовое масло, что тоже прекрасно, окунаете пальчики в тёплое масло и начинаете массировать всю голову вот с этим маслом. Окунули, помассировали. Здесь могут возникнуть потом проблемы со смыванием этого масла. Поэтому нужен хороший шампунь и в несколько приёмов, но до скрипа вымывать это не нужно. И потом обычный бальзамчик нанести, тоник для волос какой-то. Или же для того, чтобы лучше смывалось масло, мы можем, не можем, а хорошо его разбавить. То есть не чистым маслом пользоваться на волосы, а разбавить маслом виноградные косточки или любым другим маслом эфирным. Капнуть лимонное масло или другое какое-то. Но добавление коньяка в масло у меня не возникает проблем для того, чтобы потом смыть это всё с головы. Коньяк как-то облегчает эту процедуру. Косточки я буду называть. Косточки можно добавить амфольдный сок, алоэ. Можно добавить спиртовые настойки. Если нет коньяку, можно добавлять спиртовые настойки календулой. Просто настойку ромашки. И ополаскивать потом волосы календулой или настоем ромашки или крапивой. Прекрасно совершенно. Мне нравится состояние волос. Их у меня было когда-то слишком много. Сейчас их совсем мало. Но, тем не менее, продолжать это нужно делать. И мы будем это делать. Эти масочки на волосы мы наносим где-то, можно на час, на полтора. И обязательно утепляем голову. Я одеваю обычно шапочку вот эту для купания, для бассейнов. И укутываю полотенцем или просто надеваю шестяную шапочку вязаную. Есть еще одно средство для улучшения шампуня. Если у вас... Ну, это уже не касаемо касторового масла. В шампунь добавить чуть соды или чуть мелкой соли. Можно морской. И вот этим средством мыть волосы. Потому что сода хорошо очищает, а соль очень хорошо воздействует так же на волосы и на луковичку. Записывайте, пожалуйста. Маска для волос конкретно с пропорциями. Один желток яйца, одна столовая ложка касторового масла и одна столовая ложка аптечной календулы. Она обычно бывает спиртовая. Вот это все мы вмешаем, наносим на голову, держим 30 минут, смываем. Возможно, одной столовой ложки будет много для разовой маски. У меня, несмотря на то, что голова большого размера, но волос не очень много, они не очень длинные, то я беру пропорции с чайными ложками. Чайная ложка того, другого и третьего. Еще есть маска для волос. Я буду говорить по столовым ложкам, а вы сами уже скорректируете по количеству. Столовая ложка масла касторки, столовая ложка коньяку или любой спиртовой настойки, как я говорила, календула. И столовая ложка сока лимона. Перемешиваем. Вот эти маски смываются хорошо. Для массажа головы берем чистое масло касторки, подогреваем, окунаем пальчики и массируем это все. Смыть будет сложнее, но я думаю, польза будет очень большая от касторового масла в голове, волосам. Скраб для осветления пигментных пятен на лице или на руках. Одна треть чайной ложки соды плюс столовая ложка касторки. И втираем это в те места, где у вас, где находятся эти пятнышки. Делать это, конечно, нужно регулярно, но если скрабик, то два-три раза в неделю обязательно. Пятна пигментные светлеют и затем пропадают. У меня это было тоже. У меня масло касторовое косметическое крымского производителя. Когда я была в Крыму, привезла оттуда. Чем отличается масло косметическое от других масел? Оно имеет самую хорошую очистку, оно без, совершенно без всяких добавок и оно не имеет никаких ароматизаторов. Абсолютно естественный запах. Значит, масло для того, чтобы удалить пигментные пятна на руках. Берем масло, капаем капельку, одну или две, и сидя у телевизора, начинаем обрабатывать поверхность руки, там, где находятся пятна, одновременно обрабатывая ногти. Но сегодня у меня был косметический маникюр, поэтому я делала это до него, а сейчас показываю вам. И сидя у телевизора, когда вы смотрите, если смотрите свой какой-то сериал, вы в течение десяти, пяти, или сколько у вас хватает терпения, работаете со своими ручками. И вот так почаще, как только вспомните это делаете, руки становятся волшебные. в мае 71, мне только что исполнилось 3 мая 71 год, руки мои приобретают после таких процедур очень хороший вид, очень здоровый, ухоженный вид, несмотря на все мои сельскохозяйственные работы, которыми я занимаюсь в деревне. И делаем мы это регулярно. Если вы сделаете это раз в месяц и потом будете писать, что ничего не помогло, вы будете очень неправы. Поэтому, пожалуйста, работаем, вот так вот делаем, да, вот масло все практически впиталось, у меня была одна капля масла, оно впиталось, но я продолжаю еще работать. Очень замечательно, белье, также работаем с пятнышками, если есть где-то пятна, наносим на лицо и обрабатываем. Когда работаете с рукой или с пигментными пятнами, сюда же можете добавить еще каплю лимонного сока. Эффект будет еще лучше. И на прощание две маски для отбеливания пигментных пятен, совершенно конкретные. Берем один белок яичный, взбиваем, пол чайной ложки соды, пол чайной ложки сока лимона и можете несколько капель кастрового масла. Взбиваете это все и наносите на кожу до состояния, пока она высохнет. Затем смываете теплой водой. Проводить можно курсом пять процедур, шесть процедур ежедневно или через день и посмотрите результаты отбеливания кожи пигментных пятен. И последняя совершенно простая масочка это один желток, раз уж берем яйцо, можно делать через день и пол чайной ложки соли, мелкой соли. Все это взбиваем, добавьте несколько капелек кастрового масла еще для смягчения. Наносите до высыхания всей этой маски на лице маски с яйцом на область глаз, на кожу вокруг глаза не наносим и смываем, смываем массирующими движениями. Если кожа сухая, то наносим свой жирный крем любимый. Если кожа нормальная и не требует крема, вы чувствуете, что она облажнена и прекрасно себя ощущает, то больше ничего не наносите. Вот такие рекомендации, которым вы можете следовать, которым я сама эти процедуры выполняю. Мне это нравится. Это не сложно, это быстро, потому что маски такие двух-трех составные и обычно все это есть у нас дома. Я желаю вам красоты и здоровья. Пишите, пожалуйста, если у вас какие-то есть новые, не новые, а те маски или те процедуры, которые вы знаете, я не назвала, пожалуйста, дополните мой рассказ или мы возьмем это все на вооружение, чтобы быть красивыми и здоровыми. Девочки, и еще, моя цель не провозгласить это как мое изобретение, а только напомнить вам о том, что мы все уже давно знали, но может быть забыли, может быть не хотим делать то, о чем я говорю, но это нужно делать. Я не изобретаю ни велосипед, не открываю Америку, тут уже ничего не изобрести, все уже давно придумано. Давайте только пользоваться тем, что было, чем пользовались, пользуются и будут пользоваться женщины, которые хотят сохранить свою кожу в более-менее приличном состоянии. До свидания, мои дорогие. Спасибо, что досмотрели до конца. Особая благодарность за подписку, лайки и комментарии. Всего доброго!